В буфете 4-й школы аппетитные смаженки появляются, как и положено, не чаще двух раз в неделю. Однако ассортимент от этого ограничения не сильно пострадал. Взамен предлагается свежая выпечка, преимущественно с овощами и фруктами, соки, яблоки и еще много съестного, чем можно перекусить, получив поменьше калорий. Именно из-за большого содержания жиров и высокой калорийности Минздрав ограничил продажу любимых многими детьми пицц, смаженок и сосисок в тесте. Последняя, к примеру, затянет на 300-400 калорий. Это пятая часть суточного рациона школьника. Калорийские изделия тоже детям не рекомендованы чаще одного раза в неделю. В пиццу входят колбасы, те же сосиски в тесте. И, естественно, детям лучше употреблять свежие овощи, свежие фрукты, делать упор на салаты, на более здоровую пищу. У нас салаты, фрукты, соки, сладости, своя выпечка. Ну, то есть, то, что можно перекусить с ребенком. Салатами, конечно, нынешних школьников в буфет заманить трудно, но то, что у многих есть представление о культуре питания, не может не радовать. Предпочитая пиццу, ну, хотя бы булочку, школьницы рассуждают о вреде фастфудов. Это очень вредно. Там много майонеза. Уроков много, поэтому покупаю. А насчет калорий? Нормально. Все равно. Главное, не болеть. Специалисты заверяют, съеденного полностью школьного обеда вполне хватит растущему организму, чтобы утолить голод с пользой для здоровья. Школьное питание в первую очередь отличает сбалансированность жиры и углеводы в меню в определенном соотношении 1 к 4. Завтрак обязательно включают мясное блюдо, крупу, овощи. Детки получают один раз в неделю рыбу, один раз колбаса, один раз птица и два раза мясные изделия. Дети, посещающие кругу продольного дня, естественно, еще добавляются и творожные изделия, что тоже очень полезно. Старания учителей и школьных поваров не увенчаются успехом, если значение культуре питания не будут придавать в семье, уверены специалисты по школьному питанию. Они советуют формировать приверженность к здоровому питанию детям с 6 лет. В 12 это уже поздно. Если родители будут проявлять интерес к сбалансированному питанию, а дети участвовать в выборе полезных продуктов, школьники точно станут здоровее, а каждый пятый ученик не будет страдать от лишнего веса или ожирения. Субтитры создавал DimaTorzok